Всем привет! Ну что ж, наконец-то к нам в страну пришла настоящая морозная зима. Но это замечательный повод, чтобы ребята после школы пришли погулять по льду, ну и, естественно, рыбакам половить рыбу. А давайте-ка мы сейчас проверим, знают ли они правила поведения на льду. Погнали! Он точно прочный? Только проверим. Нормально, друг. А, погнали. Долго уже ловите? Да, с утра уже. А так, опыт рыбака большой уже? Да, уже на пенсии. Рыбак на пенсии? А знаете вообще, какой лед безопасный, какой небезопасный? Да. Расскажете нам, поделитесь? Нет, не поделитесь, но знаете. Пять сантиметров хотя бы, чтобы. Я на лед тонкий не выхожу. Ага. Двадцать сантиметров, пятнадцать есть. Вы уже чтоб наверняка. Наверняка, да. Скажите, а опыт ваш помогает определить правильную толщину льда? Ну, с берега подошел, просверлил, посмотрел, как лед, и дальше можно идти. Прошный? Да. Ну, по цвету. Ну, по цвету. Ну, если темный лед уже, он не прошлый. Ага. Ну, я, во-первых, подхожу к берегу. Ага. Вот. Смотрю. Если немножко, ну, хруст какой-то или что. Все, я собираюсь и домой. Я домой, да. А проваливались когда-нибудь? Да. И сами выбирались? Друг помог. Ну, там не глубоко было, но дно было такое, илистое, колоберга. Лед вроде нормальный, там течение и колокустика снежком придуло. Вы не обратили внимания, так получилось? Думаю, там, где снежок получше будет, там оказалось вообще замерз. А, вот как. А как друг вас спасал? Чем доставал? Ну, я бурома поперся на лед. Лед не ломался, пришел. Куст рядом был. До берега, вот, да столько до берега было. Никогда не думал, что можно провалиться. Понятно. И он вам подал ветку и вытянет? Да, он подошел, вытащил. Кажется, вот так вот был одет. Первые две секунды, что можно подняться на руках. А потом секунд за десять, все, намокло, уже не подняться, не поверлось. Сильно замерзли? Да не очень-то. Может, от испуга или чего. Адреналин. Кажется, а под мухой на льду нормально? Можно половить? Нет? Не балуетесь таким? Нежелательно. Нежелательно? Нет. А если холодно? Нет, все равно. Чаек. Чаек. Кофе. А так вообще на рыбалке замерзаете? Мерзнут рыбаки? Руки, ноги? Ну, когда большой мороз, надо рукавицы хорошие и теплые ноги, чтобы было. А чем согреваетесь? Да, я не знаю. Чаек не? Нет. Я на машине езжу, только не очень. А к чаек лучше? Да. А когда мороз выпьешь, что хуже холоднее тогда. Еще холоднее становится? Да, вначале выпьешь. Душа греет, ноги морзнут. Да, рыбки две-три выпьешь, как-то тепло. А потом холодно, и можно вообще замерзнуть. Здрасте. Ну что, клюет? Ну так пока еще, собирается клевать. Скажите, а вы знаете, что нужно делать, если человек провалился под лед? Ну, знаю, знаю. Ну, расскажите. Ну, нужно найти подходящее длинное средство, например, палку на берегу. Можно использовать мой бур, связать какие-то мои вещи. Подползти аккуратно к полыне, подать пострадавшему, ни в коем случае не вставать. И тем же путем, не вставая возле полыни, отползти и обратно возвращаться по тому же пути. Подведем итог. И для того, чтобы... Так, что-то хрустит. Андрюха, валим, валим отсюда. Если вы заядлый рыбак или любите просто гулять по льду, необходимо соблюдать элементарные правила безопасности. Безопасная толщина льда не менее 10 сантиметров. Он должен быть прозрачным или голубого цвета. Не выходите на лед в устьях рек и в местах произрастания растительности. Если вы провалились под лед, соблюдайте следующее правило. Не паникуйте. Стабилизируйте дыхание. Расставьте руки в стороны и попробуйте зацепить за кромку льда. Если лед вас выдержал, то забросьте сначала одну ногу, затем другую. Ползите в сторону, откуда вы пришли. Ведь там лед крепкий, он уже проверен. Соблюдайте правила безопасности, берегите себя и своих близких.